МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями НТВ Алла Чернышева. Новые обстрелы Донецка. На окраинах города разрушены дома. В центре возрождается мирная жизнь. Идут поиски группы боевиков. В пяти населенных пунктах Дагестана введен режим контртеррористической операции. Заседание длилось 20 минут. В Красноярске ончисся процесс по делу Велорус Труганова, известного как Паша Цветомузыка. Граждане России, Украины и Белоруссии. В Ливии освобождены рабочие, арестованные после падения режима Каддафи. Груз особой важности и огромной цены. В Сочи приземлился самолет с болидами Формулы-1. Жилой квартал Донецка вновь под обстрелом. Удары наносятся со стороны населенных пунктов Авдеевка и Пески. В разведке армии ДНР полагают, что украинские силовики готовят наступление в этом районе. Полностью разрушено несколько домов. Погибли два человека и еще пятеро получили ранения. Накануне жители миллионного города весь вечер провели под грохот орудий. Залпы стихли только ближе к ночи. Несмотря на регулярные обстрелы окраина, возобновилось междугороднее сообщение. Автобусы отправились в Янакиево и Горловку, куда нельзя было доехать больше месяца. Кроме того, заработал экспресс до Луганска. Там ситуация гораздо спокойнее. Открылись офисы нескольких банков, а местные школы получили партию новых учебников. В центре Дагестана введен режим контрсеррористической операции. Ограничения начали действовать с полуночи в пяти населенных пунктах Хунзанхского района. Об этом сообщили в оперативном штабе. Идут поиски группы боевиков. Один из них был ликвидирован накануне в соседнем районе при попытке сдержания. Позже в его доме обнаружили самодельную взрывчатку. Ее общий вес составил 170 килограммов. Сообщается, что убитый бандит и его сообщники планировали организовать в республике серию терактов. Меньше 20 минут проклилось сегодня первое заседание по делу криминального авторитета Вилора Струганова и членов его банды. Из-за болезни в зал не доставили одного из подсудимых. Процесс отложили на неделю. Для главного обвиняемого, которого в узких кругах знают как Паша Цветомузыка, он может стать последним. Сергей Сыркин передает из Красноярска. Кроме Вилора Струганова на скамье подсудимых еще два человека. Игорь Еловский и Владимир Ошаров. Они втроем, по версии следствия, причастны к серии заказных убийств, совершенных почти 20 лет назад. На предварительном слушании, которое состоялось в сентябре, все трое отказались от суда присяжных. Сегодня рассматривать дело начал судья Красноярского краевого суда Павел Быканов. Струганова и Иловского доставили в здание суда из СИЗО, где они находятся уже несколько месяцев. Третий подсудимый, Владимир Ошаров, по словам адвокатов, заболел и не явился на заседание. Вилора Струганова, также известного как Паша Цветомузыка, задержали в Москве в марте этого года. Главе преступной банды из 90-х и двум его предполагаемым подельникам вменяют пять убийств, совершенных в период с 94-го по 98-й годы. Они довольно жестоко расправлялись с конкурентами по бизнесу, устраивая стрельбу прямо на улицах Красноярска. Струганов, утверждает следствие, выступал с заказчиком, а Юловский и Ашаров – исполнителями. 12 мая 1994 года во дворе дома, расположенного в микрорайоне «Взлетка» по улице 78-й Добровольческой, 11, в известного человека в городе Юрия Толмачева было произведено не менее 27 выстрелов из автомата. После этого мужчина скончался на месте происшествия. Вилор Струганов уже не раз попадал за решетку. Свой первый срок за кражу джинсов получил в 22 года, второй в 26 уже за похищение человека. Выйдя из колонии, Паша Цветомузыка возглавил одну из красноярских преступных группировок, которая участвовала в переделе бизнеса. Именно тогда его прозвище начало звучать по всей стране. За попытку убийства своего бывшего товарища Андрея Михеева в 2004 году его приговорили к 9 годам колонии. Новые обвинения в адрес криминального авторитета правоохранительные органы смогли выдвинуть, опираясь на откровение одного из его бывших соратников. В случае, если Струганова признают виновным, это будет его четвертый и, возможно, последний срок за решеткой. По одной из статей криминальному авторитету грозит пожизненное заключение. Сергей Сыркин, Виктор Мельник, Ольга Логинова и Евгений Матвеев. Телекомпания НТВ. Красноярск. Власти Ливии освободили граждан России, Украины и Белоруссии, задержанных в стране в 2011 году. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Двое россиян, три белорусы и 19 украинцев находили в стране на заработках, когда там пал режим Муамара Каддафи. Новые власти обвинили иностранных специалистов в пособничестве сторонникам свергнутого лидера. Якобы задержанные помогали ремонтировать военную технику, которая принадлежала войскам Каддафи. Освободить пленников удалось благодаря усилиям дипломатов. Причем в последнее время Москва вела переговоры о выдаче уже не двух, а шести россиян. Оказалось, что недавно четверо пленных украинцев, сами того не подозревая, поменяли гражданство. На момент задержания они имели прописку в Крыму. А после вхождения региона в состав России автоматически стали гражданами нашей страны. Покинуть Ливию ежедневно готовятся и сотни африканских мигрантов. Страна стала пунктом отправки для тех, кто ищет лучшей жизни в Европе. При этом в самом Старом Свете не рада такому переселению народов. Так, власти Италии уже заявили, что мигранты поставили страну на грани гуманитарной катастрофы. Константин Гальденцвайк разбирался. Пол Африки от мала до велика под одной крышей бывшего склада. Их имущество – кусок поролона вместо кровати и номерная бирка на руке. Пропуск в новую жизнь, очертания которой также размыты, как нарисованная этими детьми карта Европы. Когда к нам подплыл итальянский корабль, люди начали паниковать, раскачивать без того перегруженную лодку, и она перевернулась. Под ней в воде, зажатыми в этой панике, оказались 15 человек. У них не было шансов выжить. 500 километров от Ливийского до Сицилийского берега две сотни человек плывут на надувном плоту. Подобные кадры со Средиземного моря еще в прошлом году шокировали. Теперь для Италии они повседневность. Все центры приема беженцев забиты. Италии больше не одолеть эту напасть в одиночку. Переправа от Африки до Италии, говорят, сами же беженцы, стала сверхвыгодным бизнесом. Кто больше даст на берегу ливийской мафии, тому и дадут место в лодке. Чтобы добраться из Судана до ливийского побережья, я заплатил 1600 долларов. За место на лодке из Ливии в Италию отдал еще 1800. Для меня это гора денег. Над такими, как Майкл, власти Италии сжалились, запустив программу спасения беженцев «Маре Нострум». Итальянские корабли теперь вылавливают нелегалов-мигрантов еще в нейтральных водах. Затем пересаживают на борт и с ветерком до Европы. Масштабы шокируют. 200 с лишним человек сейчас. Еще 400 вчера и в среднем 3 с лишним тысячи за неделю. Это только в этом итальянском порту, одном из десятков. Здесь, на Сицилии, счет идет уже на сотни тысяч беженцев из Африки. А на том берегу Средиземного моря, в Ливии, в очереди на отправку в вожделенную Европу, уже около миллиона человек. И это только начало. Для тех, кто не утонул в пути, начало новой счастливой жизни. А для Италии, вероятно, гуманитарной катастрофы. У одной из самых гостеприимных стран мира претензии не к понаехавшим африканцам, а к отгородившимся от беды европейцам. Италия – это перевалочный пункт, но с таким наплывом мы не справляемся. И пока они тут застревают, прочий Евросоюз на нас плюет. Ливийская граница, пятый год, не на замке. С тех пор, как в гражданской войне при поддержке сил НАТО был свергнут режим Каддафи. Ирония судьбы – одна из тех самых американских баз на Сицилии – отныне временный лагерь для беженцев. Сколько можно? Второй год тут сидим, а нам всё отказывают в виде нажительства. У полиции нет ни денег, ни сил упорядочить это переселение народов, а уж тем более их депортировать. Вместо фактов и документов у самих просителей всё чаще лишь легенды о невыносимой жизни в далёкой Африке. За полтора года в лагере беженцев люди, приехавшие без гроша, откуда ни возьмись, обзаводятся спутниковым телевидением, велосипедами. Тут открываются прикмахерские, бары, интернет-кафе, африканский базар посередине Европы. Они устраивают бунты, строят семьи. И вот, целый город ведь не удержать за решёткой. Ищут удачи по ту сторону колючей проволоки. На радость сицилийской мафии. Когда молодые парни сбегают из лагеря в поисках лучшей жизни, а их мечта разбивается о суровую реальность, они становятся самым желанным объектом для мафии. За кусок хлеба и кров они будут готовы заняться чем угодно. Наркотики, грабежи, работорговля. На Сицилии больше тысячи подростков уже сбежало из таких центров. Единственным решением, настаивают итальянские власти, было бы распределить незваных гостей по всему старому свету. Но в Брюсселе чем помогать, отмахиваются законом. Давно предусмотрительно продавленным странами Северной Европы. Просить убежище мигранты вправе лишь в том государстве, через которое въехали в ЕС. А значит и расплёбывайте сами. Для беженцев, едва сошедших на итальянскую землю, всё это чересчур сложно. Им ясно главное. Я люблю Италию. Константин Галинцева, Кирослав Филатов, Ксения Малостова, НТВ, Италия. Авиабилеты в Россию вскоре могут подорожать. Росавиация предложила повысить сбор за услуги аэронавигации, которые оплачивают авиакомпании. И насколько подорожают, спросим у ведущего деловых новостей Денис Талаева. Сборы предлагают повысить примерно на 10%. А вот что будет с авиабилетами, посмотрим. Услуги аэронавигации в России предоставляет госкорпорация по организации воздушного движения. Её клиенты, например, это Аэрофлот, ЮТЕР и ТрансАэро. Тарифы госкорпорации не менялись с 2010 года. И её прибыль с тех пор сократилась в два раза. А тут ещё и кризис в туриндустрии. Росавиация неоднократно просила увеличить сборы. И теперь, судя по всему, добилась своего. Её предложение зафиксировали в проекте приказа Федеральной службы по тарифам. В самой госкорпорации по организации воздушного движения уточнили. Стоимость аэронавигационных услуг в воздушном пространстве России предлагается поднять на 8,5%. Если эти тарифы утвердят, то авиабилеты, если и подорожают, то, скорее всего, ненамного. Весной глава госкорпорации Игорь Моисеенко говорил, если их тариф увеличить на 26%, то билет стоимостью 10 тысяч подорожает всего на 56 рублей. Азиатские биржи мнутся в нерешительности, посматривая на итоги торгов в Америке. Там, несмотря на хорошие новости компаний, вроде разделения HP на две части, игроки вспомнили, что в среду опубликуют протоколы Федрезерва и стали осторожнее. Но наши ММВБ и РТС вчера буйно позеленели. Официальный доллар на сегодня 39,98 евро 50,08. Американская компания Hilton провела одну из самых грандиозных сделок в гостиничном бизнесе. За 1 миллиард 950 миллионов долларов она продала китайской страховой компанией Аньбан отель Уолдорф Астория. Это здание в стиле ар-деко появилось в центре Нью-Йорка в 1931. На тот момент это был самый большой и самый высокий отель в мире. Именно здесь сняли знаменитую сцену из фильма «Запах женщины», где герой Аль Пачино танцует танго с прекрасной незнакомкой. Но теперь отель надо осовременить. Одна из главных проблем – лифты, которые слишком маленькие и медленные. Есть вопросы и к планировке. Для всего этого и нужны деньги новых китайских владельцев. Правда, по условиям сделки сеть Hilton будет управлять отелем Уолдорф Астория в ближайшие 100 лет. У меня все. Еще долго. Спасибо, Денис Сталаев. Деловые новости. В Сочи прибыл груз особой важности и огромной цены. Накануне вечером в городском аэропорту приземлился «Боинг», который привез болиды в «Формулу-1». Машинам предстоит принять участие в российском Гран-при – первом в истории самых знаменитых автогонок планеты. Болиды прилетели в Сочи в огромных контейнерах, которые бережно выгрузили самолеты. После таможенной проверки автомобиль отправится в «Буксы». Сегодня на Черноморском побережье ждут еще три «Буксы».